В 2017 году наша страна отметила 85-ю годовщину со дня образования гражданской обороны. Сегодня это отлаженная и эффективная система, работающая в круглосуточном режиме реагирования на чрезвычайные происшествия. А ключевой структурой, которая готовит военных специалистов разного звена и уровня для системы МЧС России, является Академия гражданской защиты. Академия была создана 25 лет назад, является многопрофильным учебным заведением. Это единственный военный вуз в системе МЧС России. Мы готовим не просто спасателей, готовим руководителей уровня управления в военных организациях, ну и в гражданских. Девиз Академии «Спасение людей – достоинство отважных». Здесь учат специалистов, профессия которых – оказывать помощь тем, кто попал в беду. Есть люди, работа которых – совершать будничные подвиги, причем практически каждый день. Ведь противник у них не условный, а настоящий. Их враг – огонь. Он всегда и везде смертельно опасен. Здесь проходит подготовку все направления курсантов. Вот в данном тренажёре они проходят результирующее занятие по итогам прохождения вот этих двух дисциплин. Специальная первоначальная пожарная подготовка спасателя и газодымозащитная служба. Они приобретают навыки работы в непригодной для дыхания среде и в условиях чрезвычайной ситуации. Это трёхуровневый тренажёр ориентации. Он находится в так называемой дымокамере, где имитируются условия реального пожара. Они должны найти пострадавшего, они должны пройти этот лабиринт, они должны отключить технологическое оборудование и оказать первую помощь пострадавшему. Первый раз попали. Было и страшно. Мы с этим тренировались. То есть и вырабатывали себе какие-то уже такие качества спасателя. Уникальность Академии гражданской защиты в том, что к профессии пожарного и спасателя начинают готовить буквально со школьной скамьи. 1 июля 2013 года в Академии был создан кадетский пожарно-спасательный корпус. Кадеты не только получают среднее общее образование, но основное направление учёбы, ради чего и был создан кадетский корпус, это специальные предметы, необходимые для получения профессии спасатель. Решение моё поступить в кадетский корпус родители приняли позитивно. Отец одобрил моё решение. Мама сразу же с первых дней стала гордиться, понимать, что это моя судьба, моё будущее. Когда родители узнали, что я хочу поступить, они поначалу очень удивились, так как, я думаю, не ждали этого от меня. Потом начали меня во всём поддерживать. Неудивительно, что чувствуя такую поддержку в семье, помощь самых близких своих людей, практически все выпускники кадетского корпуса после его окончания выбирают профессию человека в погонах. А многие продолжают учёбу в Академии гражданской защиты. Сюда пришёл, по сути, для того, чтобы вообще проверить себя, моё это быть военным или не моё, так как здесь можно очень сильно проверить свои навыки вообще, просто школу жизни. Я закончил в Академии гражданской защиты кадетский пожарно-спасательный корпус в 2015 году. Я родился в семье военнослужащих. Мой отец-спасатель служит в Ногинском спасательном центре. Я всю жизнь равнялся на своего отца и иду по его стопам, беру с него пример постоянно. Профессиональный спасатель должен быть универсалом, владеть множеством профессий. Сегодня он достаёт пострадавшего из покорёженной, готова и вот-вот взорваться машины. А завтра ему надо профессионально выручать тонущего человека. Первые курсы приходят где-то 15-20% не умеющих плавать. Или совсем не плавают, или плохо. К четвёртому курсу 100% курсантов сдают норматив на «хорошо» и «отлично» и норматив по спасению людей на воде. Я выбрал профессию сотрудника МЧС, потому что после того, как с ночь с 6 на 7 июля 2012 года в городе Крымске произошло наводнение. Оно было внезапным. Сам я живу в станице Нижнебаканское, что в 5 километрах от Крымска вода затронула и наше поселение. В ликвидации последствий наводнения участвовали сотрудники МЧС, в том числе и кусанты академии. Молодые парни сгребали завалы, чистые дома, подвалы от ила и грязи. Я с восхищением наблюдал за работой курсантов и сразу понял, что эта профессия очень благородная и понял, что я хочу сюда поступить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Академия является резервом министра для реагирования по системе МЧС России. Наши курсанты по окончанию второго курса аттестовываются, присваиваются им звание спасателя, это первое звание, которое они имеют. Курсанты и выпускники Академии принимали участие в ликвидации последствий многих чрезвычайных ситуаций. Порой приходилось выезжать и на тушение лесных пожаров. Особую опасность представляли торфяны, ведь они могут продолжаться очень долго, порой в течение нескольких месяцев. Кроме того, создается опасность провалов, прогоревший грунт людей и техники. Вот где курсантам и пригодились навыки, приобретенные во время учебы в Академии. В составе аэромобильной группировки Академии гражданской защиты курсанты третьего курса выдвинулись к месту состояния чрезвычайной ситуации. Пришлось нам эвакуировать население материальной ценности, тушить торфяные пожары в течение полутора месяцев. Навыки, которые получили мы в Академии, естественно, нам очень сильно пригодились, без всяких различных объяснений. На автоматике, как говорится, все использовали, знали всю технику, как она развертывается. Наши подразделения участвовали во многих спасательных операциях, не только в Москве и Московской области, но и в Забайкальском крае, на Дальнем Востоке и на юге нашей страны. В этом году мы принимали участие по спасению в Ставропольском крае. Большие события были, наводнения. Наши курсанты, 100 человек, выполняли задачу, поставленную перед Академией и входили в состав аэромобильной группировки МЧС. В те дни Ставрополье переживало сильнейшее за последние полвека наводнение. Спасательная операция началась 28 мая. Курсанты и офицеры Академии работали в наиболее пострадавшем от паводка поселке Левокумка. Живу 60 лет, скоро как здесь, на Левокумке. Попадаем не первый раз, но в этом году помощь хорошая особенно оказана. Молодцы ребята, молодцы все работящие. Мы тут с бабушкой разгребали месяц сами. Воду выкачивают, лобцы молодцы. Я спрашивал сразу с Московской Академии, студенты, курсанты. Хорошая смена растет. Спасательная операция продолжалась полторы недели. И не в последнюю очередь, благодаря аэромобильной группе Академии гражданской защиты, ситуация была взята под контроль. Кстати, если бы во время наводнения возникла такая необходимость, то курсанты готовы были работать даже под водой. Здесь проходят практические занятия с курсантами 3, 4, 5 курсов нашей Академии. Это самый глубокий на данный момент сейчас в Москве бассейн. Глубина его 12 метров. Бассейн оборудован системой искусственного замутнения и искусственного течения. Мы можем создавать максимально приближенные к реальному условию. На практических занятиях они отрабатывают различные навыки, а также работа под водой с инструментом и подъем предметов с помощью подъемных устройств. Отрабатываем аварийно-спасательные работы и сами аварийные работы, потому что водолаз может попасть в любую ситуацию под водой. Спасатели сейчас нужны. Главное, что они сказали, учиться, набирать навыки, ответственно относиться к своему делу. В нашей стране уже около 10 лет функционирует Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России. Многие из тех, кто работает в этом центре, получили подготовку в учебно-тренировочном центре управления в кризисных ситуациях, который создан в Академии. Данное оборудование позволяет нам проводить учения, где имитируются работы как мобильной группы, которая выезжает на место события, также проводится работа аналитической группы, которая получает сообщения, обрабатывает их. Процесс устранения последствий чрезвычайной ситуации занимает порой не один день, а то и несколько недель. И очень важно, чтобы все это время экономика устойчиво работала. Не случайно в свое время воинские части гражданской обороны были дислоцированы вблизи крупных промышленных центров и системообразующих объектов. И каждые полгода на них проводили рекогносцировки, тренировки, учения. Чтобы эффективно решать такие сложные задачи, необходимы профессиональные управленческие кадры. Их готовят на кафедре устойчивости экономики и систем жизнеобеспечения. Все выпускники наши готовы управлять подразделениями, спасением людей. Они готовы нести ответственность за те действия, которые выполняют их подчиненные. Ну и, соответственно, чувствуют ответственность за тех людей, которые попали в беду. За четверть века в Академии подготовлены десятки тысяч высококвалифицированных специалистов. В настоящее время здесь обучается более двух тысяч человек. Среди них и представители 13 зарубежных стран. Мы единственные представители МЧС, которые принимают участие в параде на Красной площади. В 2018 году мы будем принимать участие уже в 17-й раз. Для нас это большая честь. Главное достоинство выпускников Академии – это дух, определяющий основу профессии. А ее суть в дивизии МЧС – предотвращение, спасение, помощь. Право на спасение, а значит и на помощь спасателей имеет каждый. И выпускники Академии всегда готовы ее оказать. Ведь спасение людей – достоинство отважных.